всем здарова народ с вами варчик в прошлых ошибках мы рассмотрели то как наносить больше безопасно урон и за счет этого приносить больше пользы команде ну и поднимать свой средний урон также мы еще узнали как в конце боя затащить катку нужно давить более слабое направление как его выбирать все эти видосики вы сможете посмотреть в конце этого видео будет ссылка на них прямо на экране а в этом видео я с вами хочу поговорить о том что есть кое-какая ошибка такая интересная которая допускается часто в каждом бою многими игроками которая приводит к тому что шансов победить становится все меньше и меньше и в какой-то момент шанс победить равняется нулю не из-за того что там xvm показывают что-то не так по циферкам или еще что-то xvm это вообще помойка которая мешает вам играть и шанс на победу показывает она не точно да и все это в процентах то есть это шанс и в принципе это все мусор побеждает тот кто сыграл правильно по тактике сориентировался и делает в бою то что может принести пользу команде и принципе победу но есть еще такой вариант когда люди не то что пользу приносят а вред и тем самым когда один человек или несколько или вообще полкоманды приносят вред у этой команды вообще нет шанса победить так вот в этом бою будет очень много танков которые принесли команде вред что же это за вред очень простой такой вред они просто едут и умирают причем туда куда не нужно ехать а как понять куда не нужно ехать там где вас убьют и вы не принесете пользу не нанесете сами урон там где опасно в этом бою впереди уди стреляет и наносит много урона причем тс-5 возле меня стоит и понимает что там впереди стреляют удис без засвета у него большое пробитие у этого будиса вот он уже светится этот удис и значит что ехать вперед не нужно в эти кусты подставляться поскольку удис будет по кд наносить урон то есть впереди направление очень сложно поскольку там без засвета наносится стопроцентный огромный урон и лезть туда не нужно нам нужно здесь просто сдерживать направление но наши союзники решают что это лучшее место куда можно просто целиком во весь рост выезжать и просто умирать просто умирать а раз они умирают они приносят вред команде таким образом в этом бою очень много очень много союзников принесли вред и не только сюда вылазили люди умудрились еще через верх сделать огромные ошибки и просто выкатываться и умирать и таким образом в конце боя просто уже не оставалось возможности затащить катку поскольку нету танков которые бы наносили урон нету танков которые бы сдерживали направление подсвечивали направление фланги там нету возможности в конце боя продавить какое-то слабое направление врагов для того чтобы потом не оказаться замкнутыми в кольце в углу карты и чтобы иметь возможность пространство для маневра у нас нету ничего поскольку мы зажмемся в углу карты вот у нас есть борщ борщ который здесь стоит и ничего не делает потом он поедет просто вперед в кучу красную и умрет вместо того чтобы подняться назад на балкончик прикрывать союзников с левого фланга он просто поедет и умрет и если в конце левый фланг продавят то мы потом будем по засвету борща стрелять то есть пользы борщ с этой позиции перенесет крайне много больше стоит вообще там где некуда стрелять и поехал просто умирать также бронированные птшки начинают точнее продолжают вылазить сюда и в ноль сливаться тем самым они тоже приносят вред команде и таким образом у нас команде в принципе пользу почти никто не приносит я здесь и сам бы сдерживал направление но поехать тоже на другой фланг я уже не могу и получается так что я просто стою и смотрю как мои союзники едут в никуда и умирают не нужно ехать там где очень опасно там где вас убьют если вы едете вот как больше по полю вот смотрите борщ едет по полю здесь удис который его может засветить и стрелять без засвета здесь куча танков которые после его одного выстрела все в него скинуться и убьют плюс еще здесь на горе с часто стоят танки и на карте светили здесь танки на этом холмике все это видно то есть ты пока едешь сюда ты засветишься еще и тычку получишь все про тебя будут знать что ты здесь есть и в итоге ты просто умрешь польза от того что ты умрешь и нанесешь одну тычку есть нету ты слил фуловый танк ради того чтобы нанести один урон в этом нет никакой пользы и все смотрите на то что происходит на карте уже некому не сдерживать направление некому ехать встречать другой фланг даже в принципе у нас нету танков которые бы могли выбрать одно из слабых направлений врага и поехать его продавить поскольку у нас в принципе уже танков нет все поехали и помирали бесплатно и это было очевидно что ты умрешь бронированные птшки должны были сто процентов знать что иудис их поубивает в ноль просто бесплатно и борщ сверху тоже если бы хоть на миллиметр включил свои мозги тоже бы это понял и вот таким образом мы достигли того самого момента когда шансы победить у нашей команды ноль просто ноль а все почему потому что эта игра позиционная тактическая не очень быстро до бои в картошке ускорились но это все равно позиционная игра и ломиться куда попало здесь нельзя добывают быстрые бои когда нужно спешить куда-то чтобы нанести урон но опять же нужно смотреть на карту куда ехать чтобы нанести урон еще и не сдохнуть и чтобы это было безопасно и эффективно то есть в чем заключается ошибка в том что ты просто сливаешь свой танк не принося пользы да и в принципе сливать свой танк даже если ты принес пользу такое себе поскольку танка твоего уже не будет и дальше ты будешь наблюдать как союзники которые не умеют играть с чаще всего будут пытаться что-то делать многие часто встречаются мне в игре люди которые говорят ну типа да мне лень что-то ждать там я просто еду куда-нибудь там как будет так и будет эта игра брат дружище просто не для тебя эта игра больше про тактику здесь нужно думать головой куда ехать куда можно ехать куда нельзя где более выгодные позиции а если ты просто едешь на обум и ты сливаешь свой танк или не сливаешь если повезло то ты ужасный игрок и у тебя никогда не поднимется процент побед больше 50 ты так и будешь все время там на днище просто бесполезным что есть ты в команде что нету для этого нужно смотреть на карту анализировать и думать где ты принесешь пользу а где ты принесешь вред и нужно исполнять геймплей своего танка плюс еще как наносить эффективно урон если вы хотите его наносить приносить пользу и при этом не приносить вред вы должны находиться в какой-то агрессивной сильной позиции с которой вы будете в любой момент наказывать врага безопасно если он ошибется это могут быть любые агрессивные позиции это как и я стоял от башни в любой момент могу вылезти нанести урон в любой момент я могу закатиться назад и быть в безопасности это как и эта полочка для борща с кучей кустов и камнем она тоже может считаться агрессивной в какой-то момент сначала она не агрессивная с виду кажется поскольку он там просто постоит потом враги выкатятся на союзника он прикроет союзника постреляет урон а когда свои враги подъедут ближе он их будет подсвечивать это тоже своего рода агрессивная позиция но она другого геймплея просто он там стоит светит настрелит урон сдерживает направление подсвечивает вот и все просто нужно подумать своей башкой что здесь куча врагов едет союзников мало значит они скорее всего их продавят значит отсюда нужно их прикрыть а потом посвятить а мы потом поможем и потом поедем давить либо в одну сторону либо в другую либо если мы этот фланг потом в итоге выиграем то просто быстрые танки объедут врагов с другой стороны мы здесь их зажмем в конце и выиграем но нам неким уже это все делать поскольку люди просто поехали вперед в одну дыру и сдохли об танки от которых была уже информация про них уже было все известно было ясно где они стоят и что они делают люди умерли об танки про которых все известно это ошибка которая привела к полнейшему сливу безвозможности выиграть вот и все позиция должна быть такой чтобы ты в любой момент мог наказать безопасно врага это эффективно и не приносит вред есть еще позиции которые некоторые люди там на те же в кустах на красной линии стоят эта позиция она не вреда не пользы не приносит она просто бесполезная а есть люди которые приносят вред они едут и сливаются вот что я хотел вам рассказать в этом видео с вами был варчик играть красиво пока